Привет! Возможно, в этом видеоролике ты ничего для себя нового не узнаешь, но здесь я тебе просто покажу, какими аксессуарами я пользуюсь, какая у меня мышка, какая у меня клавиатура, какой у меня монитор и что-то еще добавлю к этому списку. Вот, поэтому присаживайся поудобнее, лайтовый видеоролик и погнали! Коврик у меня Razer Mobile, это маленький коврик, и если вы играете в CS, либо в Fortnite, выиграть в шутеры, там же сенсу ты делаешь меньше, и меньше чувствительности, и по большей степени для игр этот коврик не подходит, так как для игры нужен большой коврик, чтобы, ну, как с размером, как стол, грубо говоря, чтобы ты уже спокойно мог перемещать мышку. Вот, то есть, если... Я шибко не играю в игры, я себе еще два года назад, когда у меня еще даже не было компьютера, купил этот коврик маленький, мне его хватает, то есть для моих... назовем их офисными, вот, для офисных задач этот коврик спокойно подходит, как и любой другой маленький. коврик. Данный коврик у меня в эксплуатации недолго, ну, как и все остальные мои аксессуары, поэтому на данный момент точно могу сказать, что он у меня не развалился, нет никаких с ним проблем, то есть, ничего не отваливается, не расходятся, швы все на месте. Вот, также со своей задачей коврика он справляется, так как ты просто его кладешь, он тебе не скользит, это хорошо, хотя в комментариях у кого-то скользит, возможно, покрытие самого стола какое-то непонятное, потому что у меня все хорошо. Мышка у меня той же компании, Razer, понятно, там есть RGB-подсветка, вот, которым можно поменять этот цвет, но основа это зеленый цвет, вот, у меня зеленые глаза, поэтому как-то тут вот как-то все само получилось, причем это коврика еще другие, от A4 Blade, по-моему, называются, тоже были коврики такие, я такой думаю, взять, не взять, нет, не стал, вот, и мышку взял тоже от Razer. Самый главный аспект, что изначально я ее покупал одному человеку, потом я ей попользовался, понял, что очень прям для моей руки данная мышь и приобрел себе через определенный промежуток времени такую же мышь. Она меня полностью устраивает, потому что она прям по моей руке. Ладонь у меня взъемистая, ну, нет, мышка взъемистая и прям вот под руку, то есть маленькие мышки, как, допустим, у Apple, вот эти вот маленькие, без бугорка мышки, я не понимаю, как с ними можно пользоваться, причем я пытался у знакомого прокручивать колесико, ну, как будто бы, там же колеса даже нет. В общем, странное чувство, вот, поэтому к ним нужно привыкать. Также не люблю, когда у мышек очень большое количество кнопок каких-то лишних, потому что в данный момент они мне просто не нужны. Если бы я был каким-то заядлым геймером, то, возможно, да, но даже они задаются вопросом, зачем эти все кнопки нужны. Ну, нынешнее поколение, ну, допустим, кому там лет 20-19, да, они не могут привыкнуть, но, скорее всего, молодежь, которым там 12-13, типа, если у них появится изначально мышка, ну, даже 8 лет, я не знаю, если у них появится мышка с обилием кнопок, то они будут пользоваться и еще найдут применение, как и куда, для чего эти кнопки нужны, вот, то есть они будут их использовать. В моем случае мне это не надо, здесь их мало, пластик хороший, он с ним, он не люфтит, с ним нет никаких проблем. Мышку иногда бывает срывает, прям бывало, срывало. Я изначально пользовался мышкой без коврика, да, странное ощущение, конечно, вот, потому что какая-то крошка на стол попадет, причем ты ее не видишь, а у тебя мышка прям стрёмно реагирует на твои касания, вот. Срывало, коврик положил, блин, ну, не срывает, то есть ощущения конкретного нет, что пипец нет, поэтому все нормально и давайте перейдем к следующему. Пойдем дальше по аксессуарам, это моя клавиатура, клавиатура у меня от компании Z, механическая, как я понимаю, здесь стопроцентная она, то есть она у меня большая, она капец какая большая и я ее взял, потому что вот так получилось, я изначально хотел себе маленькую 60-70% клавиатуру, чтобы она просто вот тут была, ну вот, вот, привык я к полноформатным клавиатурам и изначально до этого я пользовался клавиатурой Dexp за 400 рублей. Ощущение странное, пробел скрипит, просто какой-то трэш. Естественно, у этой клавиатуры Z Gaming Blade K180 нету никаких люфтов, проблем с тех проблем, которые были у старой клавиатуры за 400 рублей, так как это стоит в три раза больше. Она механическая, мог взять Logitech, но там, грубо говоря, на 3000 было бы дороже. Ну, мне это надо вообще, я и так, как по мне, это дорого за клавиатуру, вот, так как мышь у меня, ну, меньше по прайсу. В любом случае, главное, чтобы она хорошо служила мне. Вот, здесь ЛГБТ-подсветка. ЛГБТ-подсветка. СРГБ-подсветка тут, все цвета переключаются, приятно ей пользоваться. Изначальный ход клавиш у них, у нее прям, ну, такой, не изначально, он сам по себе такой есть, ну, глубокий, в общем. То есть, к нему мне нужно было привыкнуть. Мембранка, она по-другому совсем ощущается. Эта клавиатура не громкая, если вы живете дома, и дома есть, допустим, допустим, родители, и ты, заядлый геймер, 15-летний, эту клавиатуру тебе надо брать. Тебе не надо брать Logitech за 7 тысяч, даже за 8 тысяч. Понятно, что ты ее можешь взять, но если ты ее возьмешь, тогда ты будешь жить на балконе со своим компьютером, либо просто компьютер на балкон выставить, потому что безумно они шумные, как щелчок мыши, ну, типа, тут на мышку нажимаешь, но иногда напрягает. В общем, если тебя выселят. Эта клавиатура тихая, ну, не исключая того, что она механическая, проблем со звуками у нее нет. Изначально этой клавиатурой я начал пользоваться без подставки, ну, сел, все, пользуюсь. И в один момент просто так получилось, я такой, блин, по-моему, чего-то не хватает. Добавил я эту подставку все-таки, и теперь я облокачиваю руки, и все, могу спокойно печатать. То есть дискомфорт был изначально из-за того, что в этой клавиатуре очень глубокий ход клавиш. И нужно было вот так вот, типа, печатать. А теперь вот так вот, как обычно. Монитор у меня от компании AOK на 27 дюймов. Дальше не буду продолжать, он на 27 дюймов, там название, ну, зачем вам это надо, просто скрин прикреплю. У него 60 герц и 4К разрешение. За этот прайс можно было взять 120 герц. Для моих задач, фото, видео, монитор подходит на все 100%. У него определенные параметры, которые подобраны под мои нужды. Ну, и любого другого профессионала, так сказать. Особенно 4К, ну, я сижу, смотрю, ну, команда, типа. Есть еще мониторы такие, у которых 27 дюймов и у них разрешение 1080p. Ощущение, конечно, ой-ой-ой, не подходит это. Ну, просто не подходит. На 24 дюйма должно быть разрешение 1080p. На 27 дюймов 4К, ну, точно, потому что будет просто плохо. У меня HDR-а нету на мониторе. Ну, на самом деле он мне и не нужен. Вот, то есть HDR-а есть еще, там, допустим, у PlayStation 5, либо у PlayStation Xbox Series X, ну, и у PlayStation 4 Pro, вот. У меня Xbox Series S, там HDR тоже есть. И, ну, на телевизоре есть HDR, поэтому тут, как бы, мне он и не нужен. С приобретением компьютера у меня просто отпало какое-либо желание сидеть и играть на Xbox-е, потому что на Xbox-е ты просто играешь, а на компьютере ты делаешь реальную работу. И когда у тебя компьютер есть, который вытягивает спокойно Forza Horizon 5, какие-то крутые игры на средне-высоких настройках, и эта картинка будет в 3 раза, в 4, в 5 раз лучше, чем на Xbox Series S, это такой, типа, ммм, ну, мне он не нужен. Поэтому сейчас я его продаю, и продажа, надеюсь, у меня закончится успехом. Вот, я его просто продам. Как я и говорил в ролике про Xbox Series S, то есть, если у вас нету компьютера, как минимум за 1090, тогда вам спокойно можно брать Xbox Series S, то есть, если ваши глаза не видели чего-то большего, и если вы его подключаете, так сказать, к монитору, потому что перед монитором ты сидишь близко, а когда ты сидишь за телеком, в принципе, на картинку даже как-то, на самом деле, пофигу, потому что ты далеко сидишь, особенно, если у тебя чуть зрение, ну, не идеальное, а такое, хромает чуть-чуть. Далеко сел, все кайфуешь, на разрешение, на качество, в принципе, не обращаешь внимания. Стол у меня обычный, ну, как обычный, с мебельного магазина, я его там никакой не под заказ, ничего нет такого, он не выдвигается, не поднимается, это хороший обычный стол. На самом деле, очень трудно подобрать хороший стол для того, чтобы не было никаких проблем с посадкой, то есть еще и нужно стул, который так же под этот стол подходит, в общем, тоже гемор тот еще. Сижу и на обычном кухонном стуле, потому что это вот потом. Замечаю такой факт, когда ты смотришь какое-то видео, человек рассказывает про то, про свое рабочее место, естественно, я ознакомился с теми роликами, когда люди рассказывали про свое рабочее место, и там такой факт, типа, люди сидят на табуретках, и у них, ну, вот это вот все есть, но они на табуретках сидят. То есть тут у меня как-то получается так же. Оно все само получается, потому что, блин, ну, кресло минимум, чтобы оно было хорошее, чтобы оно не развалилось. Ну, 21 тысячу за кресло, блин. Изначально я хотел кресло, тысяч 15-14, типа, вот так вот в ДНС-ах такие стоят, они стрёмные, они просто стрёмные. Все, я больше ничего не буду добавлять, поэтому я лучше буду сидеть на кухонном стуле, и мне будет хорошо. При этом, да, вон у меня все идеально, все сажусь, прям отлично. Просто у меня на секундочку 193, и с посадкой точно нужно определиться, потому что ноги, сядешь, у тебя ноги будут коленки выше твоей головы. В общем, прям аккуратненько надо. А так, следующее, это лампа. Надмониторная лампа. Обычная надмониторная лампа. Ну, как обычная? В прямом и переносном смысле она обычная, она стоит 1500 рублей, у нее есть подсветка сзади, которая освещает, заполняет комнату, ну, из 100 на процентов 30-20, а на 70% заполняет лампа, которая вот такая лампа, Xiaomi-шевская, шикарная вещь. Я ее включаю, пускаю на отражение по комнате, то есть на стенку. Это как вот эта лампа, допустим, будет сейчас развернута в ту сторону, и она все заполняется благодаря своей мощности. Вот, лампа хорошая, небольшая, цоколь у нее стандартный. Смысл в том, что, ну, это как вот неотъемлемая часть, в моей комнате. Также относится к этому, к рабочему столу, потому что на рабочем столе ты ничего не увидишь, если у тебя не будет включен свет дополнительный. Ты сидишь, у тебя в мониторной лампе, у тебя еще подсветка, которая опускается, главный аспект, который мне нужен, важен был, чтобы у меня был свет на столе, для того, чтобы я делал записи какие-то, и у меня спокойно все освещалось, то, что я пишу, я видел. Был вариант взять такой вот кронштейн, чтобы он сбоку на стол цеплялся, и такой типа вот светил. До него как-то руки не дошли, ну, зачем не дошли? Захотелось чего-то такого оригинального. Она держится на, да, там жесткий такой клей, двухсторонний скотч, так сказать, магнит, и ты этот магнит прямо на монитор цепляешь. Он там намертво закрепился, а сама подсветка, она цепляется на магнит, то есть ее можно спокойно снять. Но вот эту площадку, также вставку сейчас сделаю, ее фиг знает, я не знаю, если лампа эта тут сломается, ну, сколько она у меня уже, два месяца, пока вот работает, или полтора месяца, как и все вот это вот оборудование мое, ну, надеюсь, не сломается, так как стоит полторы тысячи рублей, конкуренты стоят гораздо дороже, то есть, допустим, будет, пусть будет сяомишевская лампа, она стоит 3500 где-то, можно было бы ее взять, как для пробы взял, вот такую за полторы тысячи, блин, отрабатывает, главное не использовать вот этот обычный белый свет, ну, теплый, белый, не с RGB, которая вот на стенку пускается, а именно вот этот свет, не на максимум, я изначально включил, днем ее поставил, включил на максимум, оно у меня как нагрелось, я испугался, думал, ну, все, сейчас перегорит, нет, она до сих пор работает, просто ее на минимуме держишь, ну, на середине, толк от нее однозначно есть, когда ты сидишь в мраке, либо когда ты сидишь с ней, второго монитора у меня так такового нету, так как мне он не нужен, ну, как не нужен, он нужен, но это потом, и то я его буду использовать точно не для того, чтобы просматривать ролики на ютубе, так как для этого у меня есть айпад, он у меня стоит сбоку, и при этом я не стараюсь во время работы просматривать какой-то видеоряд, в который нужно углубляться, то есть, допустим, пусть это будет фильм, нет, я так не делаю, так как мозг вообще, он просто разрывается у тебя на две части, и ты такой сидишь, грузится, голова квадратная, в общем, ты выходишь за компьютер, у тебя голова квадратная, так ты сконцентрирован на одном деле, и просто слушаешь, ну, и сбоку у тебя там подкаст какой-то, в общем, смысл в том, что видеоряд там не меняется, вглубляться визуально тебе не нужно в него, если ты стример, на твиче, понятно, что еще один монитор, он также для своих задач, идеально подойдет, в плане читать чат, у меня такого нет, я вот для другого его использую, то есть, в данный момент, у меня айпад, просто для того, чтобы смотреть видео, параллельно, в плане, там, на диванчик лег, все открыл, то есть, это самое, раньше я в прошлом году работал на нем, он целый год справился, справлялся, не было вообще никаких проблем, ну, вот, почувствовал проблему, нехватка памяти, из-за этого, пришлось покупать уже настольный ПК, кстати, в прошлом видеоролике, а нет, в прошлом видеоролике, про компьютер, если кто не видел, зайдите на канал, посмотрите, мой ПК в 2022 году, конфигурация там хорошая, среднестатистическая, так сказать, для того, чтобы можно было монтировать видео спокойно, да, я все-таки говорил, там у меня сейчас получается, на компьютере где-то 2 терабайта, чисто под мои файлы, ну, и параллельно еще диск С, то есть, это отдельные жесткие диски, и у меня теперь много памяти, на iPad было 256, тут 2 терабайта, на самом деле, у меня уже 500, 489, свободно, то есть, я уже его занял, считай, последняя вещь, которая у меня есть на моем столе, прям на столе, это крепежи для проводов, теперь у меня нету лишних проводов на столе, они у меня наушники, AirPods, вот эти проводные, там, если что, зарядка, еще одни наушники, Sony, беленькие, Bluetooth, они у меня тоже закреплены на эти крепежи, в общем, шикарно, и плюсом, также могу свои основные битцы, прикрепить, черненькие битцы, прикрепить тоже туда, и они не валяются на столе, в общем, шикарно. У меня сел свет только что. Аксессуары я мог взять беспроводные, но не стал этим заниматься, этим заморачиваться, так как, в принципе, когда у тебя ноутбук, да, то есть, ты беспроводной, естественно, у тебя должна быть, мышка беспроводная, а кто-то еще и клавиатуру умудряется подключать. Все ссылки на мои устройства я оставлю в описании, поэтому, если будет какой-то интерес, просто в описании заглядываем, смотрим, если кому-то было прям полезно, может даже приобрести, потому что товары реально хорошие, выбирал, ну, выбирал как для себя, ну, не как для себя, а прям для себя. А так все, спасибо за просмотр и всем пока.